МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Недавно меня здорово развеселили азербайджанские СМИ, которые давно стали притчей во языцах. Пишут, дескать, сам Столтенберг похвалил азербайджанских солдат в Афганистане. Думаю, Столтенберг либо баранины объелся, либо азербайджанские СМИ что-то снова за уши притянули и напутали, чтобы выпендриться. Оказалось, последнее. Столтенберг оценил действия США, Великобритании и Канады в Афганистане. Цитирую, также обозначил миротворческую миссию Турции и Азербайджана. Обозначил миротворческую миссию Турции и Азербайджана в этой стране. Не похвалил, а обозначил. Миротворцы этих двух стран передавали детей через забор Кабульского аэропорта. Этого было достаточно, чтобы азербайджанские СМИ начали трезвонить о доблестных аскярах, которые даже детей передавали через забор вкупе с турками. Не одни, а с турками. Ну, в принципе, они все время ходят с турками. Это всем известно. Без турок они никто. Эти самые доблестные аскяры. Мать и дитя. Ей-богу. Везде ходят пары. Армянские миротворцы в Афганистане или Косово одни, а эти только пары. Детей через забор передать и вовсе доблесть. Это понятно. Впрочем, помнится мне Сирия, когда в 2013 году дипломаты Турции удрали из Дамаска, а дипломаты Азербайджана последовали за ними. Не стали оставаться в Дамаске без старших братьев. Ну что ж, о случае в Афганистане так и вовсе мне напомнил Золушку. Помните старый добрый фильм с участием Фаины Раневской, которая играла мачеху, где эта самая старая мачеха вместе со своими дочерьми на балу записывала в тетрадку, сколько раз принц посмотрел на ее дочерей, сколько раз сказал, проходите, проходите, не задерживайте гостей или отодвиньтесь в сторону, здесь продувая. Вот и сказочное азербайджанское ТВ в сказочном азербайджанском государстве с падшахом и падшей шахинией делают то же самое. Ну да и ладно. Поговорим о других миротворцах, тех, что ближе к нам, о наших друзьях, союзниках, братьев по вере. Прости, Господи. А теперь о миротворцах в Арцахе, так скажем. Ведь я не зря попросил прощения у Господа. Вряд ли мне кто-нибудь ответит, конечно, но я попробую задать вопрос на засыпку власть имущим в Армении. Знаю, что недоученный журналист сам боится журналистов, но тем не менее я попробую. Чем духов не шутит, да, как говорится? Может кто-то и из духов и ответит вместо него? Был бы весьма и весьма признателен. Вот я смотрю, миротворцами в Арцахе довольны обе стороны. Как армянская, так и азербайджанская. С одной стороны, Алиев благодарит Путина за мир в Арцахе, с другой стороны, Пашинян делает то же самое. Только одна неувязочка. Алиев благодарит Путина, понятно, за что? За то, что с помощью Путина и Эрдогана теперь он может сносить древнеармянские храмы, памятники армянским воинам, погибшим во Второй мировой войне, героям Великой Отечественной войны. Если раньше Алиевские гиены не могли позволить себе тронуть своими грязными лапами памятники героям Советского Союза, тому же Нельсону Степаняну или маршалам Баграмяну и Бабаджаняну, и другим величайшим полководцам, то теперь в Шуши, Гадруте и других регионах, перешедших с помощью России и Турции, они это делают. За это, видимо, Алиев и благодарит. К тому же сама Мария Захарова осудила акт вандализма в Молдове, где был поврежден памятник в честь 3-й гвардейской Уманской воздушно-десантной дивизии. Зато на сносы памятников героям СССР в Арцахе даже внимания не обратила. Неужто недоеденная осетрина осталась в боку с этой отвратной женщиной, что храмы мочит, как в сортирах? Все это ладно. Но за что благодарит Пашинян? Никол Ваванович, вы за что благодарите-то? За то, что азербайджанским военным нынче позволено укреплять свои позиции, а арцахским запрещены? Вы вообще в курсе, что российские миротворцы в Арцахе запрещают армянам строить блиндажи, окопы, укреплять свои позиции, в отличие от азербайджанцев? А некоторые из российских офицеров так и вовсе прямо говорят арцахцам, что вы не имеете права защищать эти земли, так как они не ваши. А азербайджанцы могут делать, что хотят. Тогда зачем вы там нужны-то? Какая разница, при свидетелях ли идет зачистка мирного населения или без свидетелей? Кто-нибудь из духовиков может мне объяснить, что происходит? Что, черт возьми, вообще происходит? Я понимаю, что российские миротворцы не одно и то же с российской военной базой в Армении. Тем не менее, недавно был в Таджикистане, говорил там с местным жителем, рассказывает, что мы в Таджикистане спокойны, пусть Узбекистан с Туркменией, дескать, нервничает в отношении талибов. Если они нападут на Таджикистан, то 201-я российская военная база в Таджикистане вступится за нас. Конечно, я не стал перекрашивать розовые очки таджика, просто сказал, я не зря упомянул все это. Как я уже говорил, недавно я проехался по Средней Азии. И был не только в Таджикистане, но и в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане. Встречался с нашей диаспорой в этих странах. Это колоссальные люди. Это сливки общества, в том числе нашего армянского общества. От профессоров до интеллигенции, не имеющих научных званий. Многие из них жизнь и всю свою науку положили в эти центрально-азиатские регионы. Иначе говоря, если азербайджанцам и туркам, кроме Алиева и Ататюрка, больше некому там памятники ставить, то название улиц, памятники армянским деятелям науки, искусства и государственности сплошь и рядом. Как и русским, немецким, украинским, еврейским и прочим. Но с болью сознавал, что Россия осознанно уходит из зоны влияния в этих странах, а на ее место приходит Турция. Причем, как я считаю, российская политика начинает работать против себя же самой и искусственно наращивает какие-либо ксенофобские настроения в этих центрально-азиатских странах. К примеру, в многонациональном Казахстане широко используется русский язык. Пока. Я сам был свидетелем того, как не просто русские, а даже группа казахов, молодых людей, стоящих посреди улицы и говорящие на русском языке. Они между собой говорили на русском языке. Не на казахском, а на русском. Но зато в России говорят об обратном. С одной стороны, Россия делает вид, что ревнует страны бывшего соцлагеря к туркам, западу и прочим. С другой стороны, сама подталкивает к русофобским настроениям, каковых нет и не может быть, по крайней мере, пока в Средней Азии. Опять же, зачем? Это такой договор с Эрдоганом красиво уйти из региона и построить Большой Туран от Стамбула до Якутска. Тогда к чему все эти нюни на телевизионных каналах? К чему все это? Обращаюсь к армянам, которые считают, что происходящее нынче в Арцахе, о чем я выше сказал, как-то связано с русским народом. Нет, нет и нет. Русский народ ни при чем. Этот народ сам заложник ситуации, как и все мы. Просто на наших глазах происходят геополитические изменения, и нам нужно и важно готовиться к укреплению своей страны, о чем я много раз говорил. Всех ждут потрясения и еще большее. Прошу вас, сконцентрируйтесь на родине. Большего сказать, к сожалению, не могу. И отвлекитесь хоть раз, что вы граждане других стран. Ведь вы же еще принадлежите к большому армянству. Принимайте участие в судьбе Армении, хотя бы во имя ваших матерей, отцов, предков, живших в Армении, Арцахе. Это одно для всех нас. Ибо когда мы окажемся на том свете, нас спросят наши предки, которые нас там встретят. Спросят со словами. А ты лично сделал что-нибудь, чтобы сохранить нашу землю? Ведь главные миротворцы это мы с вами. От нас зависит будущий мир в Армении и Арцахе, а не от тех, на кого мы сейчас надеемся. А по поводу того офицера, который сказал, азербайджанцы вольны здесь делать, что хотят, а это не ваши земли, вам нельзя здесь строить блиндажи и прочее. Это было в Мартуни. Я бы очень хотел, чтобы расследовали это действие, нашли этого офицера, я готов помочь, чтобы такое не было. Ибо вы там в качестве миротворцев, а не в качестве политиков, распределяющих или разбазаривающих земли, чьи они, не вам решать уж точно. Ибо Армении 4 тысячи лет. Ни много, ни мало. Загляните в справочники. И уж точно не вам решать. Увидимся скоро.